Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня суббота, 18 апреля, и вы смотрите и слушаете 8 выпуск программы «Утренний соловей». К сожалению, как вы уже догадываетесь и знаете, самоизоляция, фактически карантин, хотя и не объявленный официально, в России затягивается. В лучшем случае он продлится до конца мая, это если нам очень повезет, а в худшем случае до августа и даже возможно до сентября. То есть нам еще долгие месяцы, хорошо если пару месяцев, а может быть гораздо дольше, придется находиться и жить в стесненных обстоятельствах, стесненных во всех отношениях, и в социальном, и в материальном, в денежном, само собой разумеется, и в бытовом отношении, и в пространственном, и в плане физической активности. И при этом мы будем постоянно испытывать очень сильное воздействие стрессовых факторов. То есть стресс составляет сейчас, и будет составлять, и он будет, конечно, нарастать, он будет составлять такой постоянный фон нашего существования в ближайшие месяцы. Поэтому на первый план для нас выходит, естественно, помимо вопросов денежных, это уж само собой разумеется, на первый план для нас выходит проблема сохранения собственного здоровья, здоровья своих родных и близких. Причем я имею в виду не только поддержание физической активности. Каждый из нас решает эту проблему сам и знает, как в принципе ее решить. Но даже если мы ленимся, то мы знаем, как поддерживать свою физическую активность на должном уровне. Я хочу с вами поговорить о совершенно другом аспекте нашего здоровья, о том, что я называю психоинформационной гигиеной. Вот сейчас для нас очень важна санитарная гигиена. Это мыть руки тщательно с мылом, причем каждый раз, когда мы приходим с улицы или беремся за какие-то предметы. По возможности на улице не прикасаться к собственному лицу и каким-либо предметам, избегать социального скопления, просто интенсивного общения с людьми. Это все санитарная гигиена. А есть психоинформационная гигиена. Под ней я имею в виду потребление информации. Во-первых, характер информации, к которой мы обращаемся, а во-вторых, как с этой информацией обходиться. И в данном случае, поскольку у меня образовалось свободное время, вероятно, у некоторых из вас и даже, к сожалению, у многих. К сожалению, для нас, я имею в виду, образовалось тоже свободное время. Я хочу поделиться с вами своими соображениями и даже не столько соображениями, сколько опытом и знанием о том, как СМИ пытаются нами манипулировать. Это вот то, что это предмет моих лекционных курсов, когда я преподавал УНГИМО, будучи там профессором и заведующим кафедрой. Сейчас пришла возможность и настало время вынести это знание, которое Пелевин в одном из своих романов назвал боевым НЛП, более широкой аудиторией. Ну, насчет боевого НЛП, это, конечно, шутка. Надеюсь, вы понимаете. Потому что то знание, которым я вас хочу оснастить, оно, в принципе, вам в каких-то элементах и даже, может быть, в большинстве элементов уже известно. Другое дело, что у вас оно пока еще не составлено в систему. Так вот, с информационной точки зрения мы с вами находимся сейчас между двумя полюсами. Один полюс — это официальные СМИ, неважно, это газеты, радио или телевидение. Телевидение, конечно, в первую очередь. А другой полюс — это социальные медиа или онлайн-пространство, или цифровое пространство. Это, в первую очередь, социальные сети. Так вот, как сейчас выглядят официальные СМИ? Официальные СМИ, они полны такого натужного оптимизма. Они пытаются показать, что все замечательно и лучше просто быть не может. Если вы их смотрите, слушаете или читаете, то вы не без некоторого удивления и даже отропи для себя обнаруживаете, что, оказывается, вирус, пересекая государственные границы Российской Федерации, теряет свои летальные свойства и свою вирулентность. Он остается в других странах. В основном. А если он сюда все-таки проникает, то мы на взлете сбиваем его своим высокоточным антивирусным оружием, что у нас все подготовлено для того, чтобы встретить этого злого вируса. Все подготовлено. Это прекрасно оснащенные госпитали, больницы, великолепные экипированные врачи, передовая наука, замечательная медицина, тысячи, десятки тысяч в запасе у нас больничных коек и все тому подобное. Более того, мы настолько оснащены для борьбы с вирусом, что мы готовы оказывать помощь уже другим странам. То есть, допустим, той же Италии или Сербии. Звучит как это для вас? Я думаю, что не очень убедительно, тем более, что мы с вами в подавляющем большинстве родились и живем в России уже не первый день и знаем, что информацию телевизионную надо делить на 10, а то вообще ей нельзя доверять. Как таким образом, телевидение же тоже об этом знает, как оно добивается большей достоверности того послания, которое нам направляет, свою информацию? Оно добивается простым манипулятивным способом, который называется создание контраста. Создание контраста или выгодного фона в данном случае это все одно и то же. Нам показывают, как скверно дела обстоят в других странах. В Соединенных Штатах, где уже более полумиллиона инфицированных. В Италии. Ну, в Италии, конечно, сейчас лучше дела обстоят благодаря помощи наших военных вирусологов. В Испании какая катастрофа. В Великобритании, как обстоят дела, где якобы даже премьер-министра пришлось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких. Это была ложь, которую сформировала и запустила намеренно медиапространство Russia Today под руководством Симониан. Намеренная ложь. Но в данном случае важно, что когда мы видим через телевидение, официальные средства массовой информации, что дела где-то там обстоят плохо. Она же постоянно бомбардирует цифрами. Посмотрите, у них сотни тысяч инфицированных, а у нас всего лишь тысячи или десятки тысяч. У них тысячи умерших, а у нас всего лишь десятки. Ну, хорошо, там счет перевалил на вторую сотню. То тем самым создается благоприятный фон для воздействия, для восприятия, прошу прощения, не воздействия, а восприятия той информации, которые нам сообщают о Российской Федерации. Проще говоря, чем хуже дела за границей, тем нам лучше должны казаться дела в России. Ну, может быть, даже если мы знаем, что дела не так плохи, мы с вами теперь знаем, благодаря телевидению, насколько они ужасны за границей. Вот этим методом контраста или фона мы с вами постоянно пользуемся. Помните эту известную майку о том, что девушка умеренной красоты или симпатичности всегда пытается найти для себя подружку, которая не очень симпатична. Вот вам, пожалуйста, эффект контраста. Или, как мы очень часто поступаем, когда хотим себя выставить в лучшем свете. Мы говорим не о своих достоинствах и заслугах, а очень часто мы пытаемся представить в невыгодном свете тех людей, с которыми мы себя сравниваем. Тем самым, говоря о ком-то... Мы, кстати, очень часто делаем бессознательно. Не намеренно, бессознательно. Значит, говоря о ком-то не лучшим образом, мы тем самым пытаемся на фоне этого человека, этих людей предстать наилучшим образом. То есть, теперь вы знаете, что такое прием контраста, что такое создание выгодного, выигрышного для себя фона. Теперь перейдем к социальным сетям. Мы ведь к ним все равно обращаемся в поисках альтернативной информации, правда? Но мы сами себе говорим и говорим публично в разного рода дискуссиях, обсуждениях, что вот там в социальных сетях разные мнения, мы их сравниваем, выделяем те, которые нам кажутся. Мы, мол, ничему не отдаем предпочтения, сравниваем, находим там истину. Я хочу сказать, что это колоссальное самоослепление и большой силы самозаблуждения. Ничего подобного мы с вами не делаем. Мы ищем информацию, которая соответствует. Подчеркну, это происходит обычно бессознательно. Американцы это называют эффектом эхокамер. Мы можем это назвать такими информационными гетто. Информацию, которая соответствует более или менее нашему интеллектуальному уровню, нашим взглядам на мир, нашему психотипу и даже нашему эмоциональному настроению, нашему состоянию в тот день, когда мы за поиском этой информации обращаемся. Но сейчас ситуация информационная, в том числе в социальных сетях, она довольно нетипична. Практически все фокусируется на этой самой эпидемии или пандемии коронавируса. Соответственно, на что мы обращаем внимание? А вот тут происходит следующая вещь очень интересная. Человеческая психика устроена таким образом, что мы первым делом обращаем внимание на нечто сенсационное и дурное. Я дальше объясню, почему она так устроена. Что означает сенсационное или дурное? Ну вот мы с вами видим, если мы увидим заголовок, что больные коронавирусом постепенно превращаются в зомби, кликнем на него? Да, с очень высокой вероятностью, даже если нам это кажется неправдоподобным. Или, допустим, мы с вами увидим сенсационный заголовок «Лимон и имбирь спасают нас от эпидемии». Естественно, тоже кликнем. Я помню, поделюсь воспоминаниями в 90-е годы, как-то увидел в киоске, недалеко от дома, брошюрку «Лечение всех болезней водкой и чесноком». Стоила она недорого, но у меня тогда и этих денег не было. Да, и думаю, куплю ее на следующий день или через два дня. На следующий день ее в киоске не оказалось. Видимо, нашелся человек, который решил приобрести эту панацею для себя. Но я на самом деле доволен, что я тогда не купил. А то был бы риск не дожить до сегодняшних дней, если бы я стал лечить болезни водкой и чесноком. Пусть даже речь шла бы о наружном применении водки. Вы знаете об этой склонности социальных медиа предлагать нам кликабельные заголовки. Они исходят из простой вещи, из понимания того, что у нас очень короткий, это называется, локус внимания. То есть, сколько времени мы можем уделить тому или иному заголовку, даже не сообщению. Значит, там 7-8 секунд. Соответственно, за 7-8 секунд надо обеспечить, чтобы человек заинтересовался материалом, на него перешел. Но сами себя, пожалуйста, не ругайте за такое любопытство. Дело в том, что оно вполне естественно. Вот интерес к сенсациям и к дурным новостям, он, к сожалению или к счастью, ну это, наверное, безоценочно уже, он заложен в человеческой природе. Дело в том, что для выживания человека был характерен приоритет или первостепенное внимание к дурным новостям. Потому что от того, знаем мы дурно или нет, зависело наше выживание как биологического вида. Понимаете, да? То есть, для нас было критически важно знать, живут ли в соседней долине тигры саблезубые или там пещерные медведи. Это дурная новость. Чем? Что там прекрасная земляника. Прекрасная лесная земляника. Вот знание дурных новостей для нас было первостепенно важно. И вот этот стереотип, он заложен в нашу генетическую память, и мы поэтому уделяем такое внимание дурным и сенсационным новостям. И считается, что для успеха СМИ надо, чтобы на одну там спокойную, позитивную новость приходилось три, а то и четыре сенсационных или негативных. Знание этой потребности, да, оно позволяет вам понять, как нами манипулируют и официальные медиа, и социальные медиа. Но вопрос в том, что когда мы ее знаем, мы освободиться от этого стереотипа, наверное, не в состоянии, но мы можем попытаться его контролировать. Что означает контролировать? Пожалуйста, постарайтесь обратить внимание на то, сколько времени вы проводите, я, кстати, тоже не исключение, я к себе могу это адресовать, за бесцельным скроллингом. То есть мы с вами пролистываем информационную ленту, пролистываем, пролистываем. Это, кстати, вызывает наркотический эффект. Пожалуйста, имейте в виду, это слабый наркотический эффект. Пытаясь наткнуться на такую сенсационную новость. Одна новость, потом вторая. И мы с вами вдруг с удивлением обнаруживаем, что пролетело уже, бог знает, сколько времени. Так вот, попробуйте зафиксировать, сколько времени вы на это тратите. Это первое. Второе. Попробуйте зафиксировать, какие у вас реакции возникают, я имею в виду физиологические реакции, при чтении таких дурных, сейчас все дурные новости связаны с эпидемией в большинстве случаев, дурных или сенсационных новостей. Если вы чувствуете, что у вас учащается пульс, сердцебиение, у вас появляется потливость, это означает очень простую вещь. Вам опасны, вам опасны такие новости. Есть люди, у которых, как у меня, иммунитет по отношению к разного рода новостям, потому что изучение новостей и медиа – это часть моей профессиональной подготовки, моего занятия. Но в подавляющем большинстве у людей такого иммунитета нет. И какую-нибудь выдуманную, высосанную из пальца сенсацию или дурную новость они воспринимают вполне серьезно. И эта новость влияет на наше психофизиологическое состояние. Пожалуйста, имейте это в виду. Так вот, если вы зафиксировать для себя такие реакции, что вы непомерно много времени уделяете скроллингу, то есть прокручиванию новостной ленты, и что эта лента вызывает у вас такие сильные реакции, пожалуйста, не отказывайтесь. Нет, не надо. Вы все равно не сможете отказаться. Постарайтесь контролировать свое время и постарайтесь его уменьшать. Я вас уверяю, что 10-15 минут в день для просмотра новостной ленты более чем достаточно. Вы будете в курсе всех событий. И хороших, которых сейчас, к сожалению, не так много. И дурных, которых событий и новостей гораздо больше, чем хороших. Это что касается социальных медиа. А теперь, что касается телевидения. Вам честно скажу. Не советую смотреть телевидение вообще. Ни при каких обстоятельствах. Особенно российское телевидение, которое является... Новостной ряд российского телевидения. Это уже давно зафиксировано нашими психиатрами. Один из источников невротизма и депрессии. Поделюсь опять же воспоминанием. Довольно давно, когда я жил в Лондоне, на одном из приемов я разговаривался с джентльменом. Точнее, джентльмен разговаривался со мной. Он спросил меня, как я оцениваю BBC телевизионные передачи. Я рассказал, что мне нравится. Объяснил, что и как. Он меня внимательно выслушал. Потом, слегка наклонившись ко мне и прикоснувшись к пиджаку. Американец бы по плечу, наверное, потрепал. Британцы не так устроены. Сказал, молодой человек, поверьте мне, телевидение не для умных людей. Впоследствии я узнал, что это один из руководителей BBC. Так вот, запомните. Телевидение не для умных людей. И в следующей передаче я вам расскажу, как телевидение нами манипулирует. И, по всей видимости, мне придется посвятить не одну передачу для этого объяснения. А сейчас, по традиции, я обращусь к стоикам и прочитаю небольшой фрагмент из своего любимого «Синеки». Сила путь пролагает в себе. Этот путь откроет перед тобой философия. Обратись к ней, если хочешь не знать ущерба, быть безмятежным, счастливым и, главное, свободным. Иным способом этого не достичь. Глупость – вещь унизительная, гнусная, презренная, рабская, подвластная многим жестоким страстям. Но от этих тягостных повелителей, которые приказывают то по очереди, то все вместе, избавит тебя мудрость. Она же – единственная свобода. К ней ведет одна дорога, и притом прямая. С нее не собьешься. Шагаю уверенно. Если хочешь взять власть над всем, отдай власть над собою разуму. Многим будешь ты повелевать, если разум будет повелевать тобою. Он научит тебя, как и за что браться, и ты перестанешь наталкиваться на то или другое дело случайно. Итак, давайте позволим разуму властвовать над нами. И тогда наш путь станет гораздо приятнее и осознаннее. Спасибо большое за то, что вы были со мной. А я остаюсь с вами. Берегите себя, своих родных и близких. И до новых встреч. А те из вас, кто интересуется политикой и хотят знать, что будет происходить с Россией и, главное, с нами в ближайшее время, и как к этому подготовиться, могут подключиться к моей онлайн-лекции, которая будет проходить 30 апреля в 20 часов по московскому времени. Ссылка на подключение дана внизу в описании ролика. Еще раз вам спасибо большое и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok